С 60 до 80 настолько увеличилось число еженедельных рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Как правило, перед осенним сезоном поток пассажиров увеличивается. Поэтому и контроль за исполнением простого правила при поездке в любом виде транспорта ношения масок должен быть усилен. Охватываем мы все периоды, утренний час пик, вечерний час пик, межпиковое время. Соответственно, все виды транспорта, это автобусы, трамваи, троллейбусы, станции метро, задействованы в этой работе представители Департамента транспорта. Представители полиции, добровольная народная дружина, представители перевозчиков. От Министерства транспорта к нам присоединилась. Для повышения безопасности перевозок следят и за соблюдением масочного режима, и за частотой техпарка. После жаркого лета составы ждет генеральная уборка. В усиленном режиме обрабатываем наш подвижной состав. 24 на 7 работают мобильные бригады, которые обрабатывают все поверхности. У нас летом была жара, много пыли, поэтому сейчас поставлена задача промыть весь подвижной состав и подготовить наши транспортные средства к встрече школьников и студентов. Схема проверки и соблюдения масочного режима проста. Специальные бригады на остановке ожидают прибытия транспорта. Заходят в салон вместе с пассажирами и просят надеть маски. При отказе пассажира просят покинуть транспорт. В конфликтных ситуациях на ярых антимасочниках на прошлой неделе было выявлено 8 таких нарушений. С начала осени прошлого года административных материалов уже 483. Из них 339 оформлено в течение года. Штраф за отказ надеть маску составляет до 30 тысяч рублей. Решение принимается в судах. Поэтому все пассажиры любого вида общественного транспорта от начала до конца поездки должны не только сохранять проездной билет, но и оставаться в маске. Такое же требование пребывания в маске от начала до конца рейса и к персоналу перевозчиков. Но все же большинство самарцев ответственно относятся к соблюдению масочного режима. Я думаю, что это станет привычкой. Потому что, видимо, масочный режим надолго. Но минимум год, пока не выработается коллективный иммунитет. Для повышения безопасности перевозок до 1 сентября уже вторым компонентом противоковидной вакцины будет привито не менее 60% сотрудников транспортной отрасли. Наличие прививок и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не является поводом для отказа от ношения средств защиты органов дыхания от начала до конца поездки. Никита Колосов, Григорий Пельшаков. События.